Почему мы вновь и вновь возвращаемся к возможности острова Уэльбека? Эта книга показывает всю ничтожность человека, но не в пафосном, ниджианском смысле, а в, можно сказать, бытовом. Главный герой на себе переживает всю безысходность не только от износа биологической оболочки, но в еще большей степени от осознания бессмысленности так называемых чувств. Уэльбеку удается точно ухватить и продемонстрировать нам простую, но очаровательно затерявшуюся в лабиринтах современной кумунистической культуры мысль. Чувства человека смешны, бессмысленны и скоротечны, и к его человеку несчастью гораздо более скоротечны, чем даже его коротенькая жизнь. Уэльбек показывает нам и альтернативу в виде усовершенствованных людей будущего, которые лишены чувства и желаний в нашем понимании. И кажется поначалу, что они стоят на ступеньку выше наших современников, с параллельной сюжетной линией, но на самом деле они лишь еще больше обнажают бессмысленность человека как такового. Без своих чувств человек лишь кукла может быть более рациональная и приятная, чем тот, кого вы видите в зеркале по утрам, но оттого не перестающая быть тупиком эволюции. Закрывая последнюю страницу, читающий в полной мере ощущает экзистенциальное одиночество и совершенно отчетливо понимает, что его труд никогда не преодолеть.